Привет, зритель! Сей обзор будет о моих подарках на 8 марта от друзей и родственников. Кое-чё было денежкой, а кое-чё было и подарочком. Ну, в смысле, не денежкой. Ты не смотришь, он неполный. Я уже половину отлила в свою эту фиговину, которую мне тётя на Новый год подарила, чтобы было экономичнее и удобнее мыть посуду. Обзор, кажется, на эту фиговину дело, потому что некоторые люди даже попали на своём форуме. Который периодически закрывается и открывается. Короче, мне подружку подарила. В прошлом году она мне подарила АОС, которого хватило 900 мл, которого хватило на 9 месяцев. За это время можно родить. В этот раз она мне подарила ферри. Нежная пена, нежные руки, чайное дерево и мята. Тоже 900 мл. Ферри. Такое вот это густое ферри. До двух раз больше чистой посуды. Ферри равно 2 штучки. По сравнению с более дешёвым средством для мытья посуды, произведённым компанией Фруктала Гэмбл. А, вот о чё. Значит, есть какое-то дешёвое средство от этой компании. И вот дорогое средство, типа ферри. И вот ферри приравнивается к двум бутылкам дешёвого средства от этой же компании. Я как-то просто не догоняла раньше, а тут внезапно я прочитала информацию. Ну да, мне она очень важна была, эта информация. Так и хотелось её прочитать. Сделано у нас 31 января этого года в 19.06. Мне просто чё-то так интересно стало, чё тут такое выгравировано. В общем, вот такая флаковина. У меня подруга спросила, чё мне на 8 марта. Она привыкла, что чё-то вот. Ну, раньше выбирала чё-нибудь сладкое, а потом ей надоело дарить не сладкое. Она стала говорить, что она чё-нибудь непутное подарит, если я вот не скажу, чё путное. А тут, правда, на Новый год она прикололась, если я не знаю ничего путного, то она мне подарит чё-нибудь непутное. В этот раз я сказала, у меня как раз заканчивается средство для мытья посуды, учитывая, что вместо средства для мытья посуды напрямую у меня шампунь от Эйвен, который не подошёл к моим волосам. Ну, в общем, короче, шампунем от Эйвен я мыла посуду, его совсем чуть-чуть оставалось. Я думаю, то ли самой замутить, попробовать на мыле как-то сделать, я всё никак не заперёжу. Не потру мыло на камеру, не сделаю из этого мыло детский шампунь, потому что мне интересно. Я видела в интернете рецепты, а сама ещё не пробовала так. То ли попросить в подарок на 8 марта как раз вот, ну как бы, у меня других идей не было. И вот, вот эту вот штуку, чтобы она влезла в кадр, это двинусь немного, подружка мне подарила на 8 марта. Я забыла совершенно написать пост, что типа с днём равноправие, в смысле этих борьбы женщин за права свои, за возможность быть избранными и возможность избирать. Написала только в Контактике, да, в этом самом, по-моему, в Терешке, да ещё в Инстаграме скинула с футочкой своих любимых бараночек. Я всё хочу сделать сама себе бараночки, ещё никак руки не дойдут, только ещё в задумках. Ну, а второй очень замечательный подарочек от моих сестричек. Вот в таком пакетике. Мыльца. Вообще-то парочка такая. Мыльца и кремечек. Мы вчера кремечек чуть-чуть и опробовали. Ну, как бы, я открыла его, поюзала, говорю, хочешь помазаться, вкусно пахнет. Тут у нас мыльца от Арифлейм. Сплендит букет. Какой-то, короче, букет у нас тут цветочный. Оно на ощупь очень такое интересное. И, по-моему, ну, как бы форма клуба и там какая-то такая, в общем, какая-то рисунка на этом мыле. Мыло у нас 75 грамм. Вкусно пахнет. Я вот его тут пошуршала. И у меня сейчас в использовании другое мыло от братьев крестовниковых, от подписчицы Лёлечки. Его, наверное, хватит ещё на месяц. Ну, на апрель-то точно хватит. Но, с другой стороны, так и хочется его открыть. Ну, там же уже есть мыло. Короче, я его заюзаю. Может быть, я то мыло оставлю, и оно у меня уйдёт на мае, а это будет на апрель. Может быть, оно полежит и всё-таки заюзается уже в мае. Вот такое клёвенькое мыло. И кремечек. У меня, конечно, есть кремечек в использовании сейчас от Лёлечки. От Эйвен Кэа. Ночной какой-то там. Ну, я его в любое время суток использую. Такой этот. В уходе был на март. Но, может быть, я этот заюзаю между делом. Потому что иногда я бываю у компьютера. По большей части у меня случаются встречи с компьютером, зарелизить какую-нибудь главу, обновить драйвера на Линуксе и иногда там ответить на ваши комменты, проверить почту, глянуть какое-нибудь аниме. Ну, в общем, когда я там бываю, иногда я понимаю, что мне нужно бы кремом лапой помазать. Вот сейчас, когда марафетилась, у меня на губах помадка Эйфен от подписчицы Лёлечки. И она мне что-то так сейчас пошла. Я думаю, что будет, интересно, она в пустых баночках марта или будет в пустых баночках апреля. Потому что там я всё время её усиленно пользовала. И, короче говоря, я понимаю, что мне нужен какой-нибудь кремечек для ручек, но кремечек для ручек на кухне, короче, возможно, он будет у меня заявлен допустим, на уход апреля и будет стоять у стола компьютерная. Сейчас я им помажу лапки. Вкусно очень пахнет. Так нежно, цветочно. Хороший кремечек от Арифлейн в паре к мыльцу. Не той стороной показываю. Вот такая парочка. Кремечек. И ещё там полотенечки в такой красивенькой коробочке. Та-дам! Мы их уже достали, просмотрели с тётей вчера и пришли к выводу, что они для кухни. И вообще, они такие вот, прям как салфеточку, можно, допустим, на микроволновку у меня положить её. и вот красиво. Сейчас вот поставлю. Так, вот тут такая варолочка. Тут всякие такие фруктики, овощи, ягодки, авокадики, десертс, дринкс, меню. Чё-то ещё. Я вообще планирую записать стрим. Я думала записать во вторник, точнее, в понедельник, но у меня не случилось. Я думала записать во вторник, но у меня тоже не случилось. Потом я думала, ещё, может, на неделю, но как-то так получается, что пока не получается. Может быть, я запишу и в воскресенье стрим будет посвящён. Я в теле я прописала, но там полтора землекопа в бложике сейчас как бы это, каменты не пооставляешь, но я думаю, там оставляли по большей части каменты те, которые, ну, неважно, кто там оставлял каменты. Кто захочет оставить, оставит их в другом чатике. Короче говоря, я там это, пока вот такую идею стрима. Где у меня эта штуковина? Стрим на тему мытья посуды. Любите ли вы мыть посуду? Так, как её люблю я. Вообще, любите ли вы мыть посуду? Нравится ли вам мыть посуду периодически? Посещают ли у вас какие-нибудь мысли, когда вы моете посуду? Руками, нет. Не для тех, которые у вас посудомоечная машина, именно ручками, ручками. Ручками в резиновых перчаточках, ручками без резиновых перчаточков. Вот с этой сферой, быть сферой. И планируется это на воскресенье. Ну, конечно, если получится в это воскресенье, я там заранее, конечно, дам знать. А если не получится, ну, значит, будет там в следующее, допустим, воскресенье или ещё как-нибудь. Короче, стрим будет посвящён следующей, которую я планирую. Мыть её посуды. Как бы кто не успеет посмотреть, тот может его пересмотреть. А кто успеет, ну, может даже в чате что-нибудь написать. Поддержать беседу. Ну, и я как бы тут говорю, но не достаю, да. Я помню про СМР, но у меня пока не выходит. Я постараюсь... Ну, короче, получилось так, что я попросила товарища по несчастью согласиться на одну вещь и сделать её где-то в неделю своего дня рождения. Практически уже месяц назад почти как это должно было случиться. Но у меня не получилось. И вот я сейчас доделывать буду... Кошка, не рви пакетик. Сейчас после этого ролика буду доделывать одну вещь, а потом до конца недели буду доделывать другую вещь. Провода не трогай, кошка. Ей вон пакетик нравится. Она его уже хочет это изозрать. И как бы это... После этого я буду наверстывать упущенное. Запишу пару СМР, которые я там давно планировала, ещё которые, возможно, жутку как бы буду постараться входить в этот... В режим более-менее нормальный. Не только отделываться шортами зимы. Шортами зимы. Или ещё какими-нибудь шортами. В общем, на такой круглой... Ну, в общем, оно вот так вот выглядит. Сейчас второе покажу. Оно оборачивается вокруг картонной фиговинки. Вот так, наверное. Потому что тут надпись... Я её кверх ногами сначала держала. На одной лимон, а на другой грушка. Грушка такая зелененькая. Прям дюшесик. В общем, тут у нас бумажка. Мы можем её отдать кошке. Она её погрязёт. И что бумажка? У меня даже ещё есть такая мысля определённые картинки нарисовать. Ну, и просто порисовать, обновить этот свой мольбертик. И я там делала к нему планшетик. Но, в общем, как-то это... Так, как я хотела сделать, не совсем вышла. А по-другому, может быть, ещё вспомнила, что у меня есть бумажка, натянутая к эту рамочку деревянную, которую я покупала как раз вместе с этим планшетиком. Полтора года уже назад. Ну, в общем, я хочу как-нибудь порисовать. Смысл не планшетиком, а с этим, с мольбертиком. Так что у вас ещё ждут когда-нибудь эти порисушки. Вообще, у меня есть идея нарисовать что-то, а потом зафоткать. А с другой стороны, я думаю, ну, люди же ждут. Здесь люди, которым нравится вот этот АСМР с рисунком. Ну, может, это всё-таки поставить камеру, наклонить лампу, чтобы она мне светила, поставить маленький столик или вот этот планшетик, мольбертик, точнее, и порисовать, и обновить его. Ну, и там куча всего на монтаж. В общем, у меня, правда, пока не получается смонтировать эту крыльцевую лампу и стедикамчик. Вот такое полотенечко. Хлопочек. Стопроцентненький. Коттан. Стирать при 60 градусах. Я сегодня пустила на тряпки 4 полотенца. Одно случайно. Мне показалось, что у него выцвел совершенно цвет. Я его начала резать, а потом поняла, что я его смотрю с другой стороны, с изнанки. И с изнанки действительно цвет был блеклый, как и должен быть, и снаружи был очень яркий. Ну, в общем, пустила на тряпочке 4 кухонных полотенечка. Вот. Такие. Тут грушка. А тут лимончик. Замечательные такие, мягонькие, хорошие полотенечки. У меня тут уже кошачья шерсть прискакала. Потому что пока я тут говорила, она тут по ним полазала. Хорошенькие полотенечки. Вот. Вот такие у меня подарочки на 8 марта. Всем спасибо за просмотр. Можете свои идеи каких-нибудь видео или СМР дать знать мне в комменты написать. на будущее, если у вас что-то есть или там просто еще какие-то обзоры. Ну и пока. Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста.